Жители Твери стали обращать внимание на то, что на улицах стало необычно много высохших деревьев, причем самых разных пород, лиственных и хвойных. Речь как об оживленных проспектах, так и о дворах. Наша съемочная группа разбиралась, в чем дело и что предпринимает муниципалитет. Вот такую невеселую картину наблюдают жители многих домов на проспекте Ленина. Липы, которые лишились либо всей, либо почти всей зелени. И так во многих районах. Причем гибнут не только липы, но и деревья других пород. Это грибок, отмечает заведующая отделом дендрологии Тверского ботанического сада Елена Бойкова. Очень часто поражаются у нас в городе липы, если вы обращали внимание. Стоят листья, все в бурых пятнах, потом они желтеют, усыпаются. Очень часто поражается каштан в последнее время. С каждым годом, опять же, по наблюдениям могу сказать, что это идет в прогрессии. Неудивительно, что у сотрудников зеленстроя забот прибавилось. Точное число погибших деревьев учесть сложно. Тем более, что процесс это не сиюминутный. Ведь оставшуюся без листьев липу или ясень просто так спилить нельзя. У нас на место выезжает инженер-околог, который производит обследование дерева. Если оно сухослойно под снос, он определяет, делает перечетную ведомость. Эти документы передаются в администрацию города. Вот, например, на прошедшей неделе 24 дерева было убрано с разных районов города. И где-то кубаш там составил больше 120 кубов. В случае, если погибшие деревья находятся на территории двора, их ликвидацией должна заниматься управляющая компания. Если же она бездельничает, то пожаловаться можно в районную администрацию. Что касается решения проблем грибка, то взрослые деревья, если сами не поправятся, скорее всего, уже не спасти. С самого первого дня посадки необходимо ухаживать за нашими зелеными друзьями. Нужно поливать, нужно обрабатывать. Когда дерево уже достаточно взрослое, старое, бороться с этими проблемами гораздо тяжелее. Также у них, в принципе, у растений, у деревьев и у кустарников все так же, как и у людей происходит. Чем старше дерево, тем слабее иммунитет. Так что вместо погибших деревьев придется высадить новые. Главное, чтобы за ними затем был соответствующий уход. Дабы не пришлось через несколько лет повторять все заново.